День добрый. Возможно, вы все слышали, что неверующие люди часто тоже пытаются преодолеть свою смертность, пытаются хотя бы теоретически размышлять о бессмертии. И часто можно услышать такую мысль, что люди думают, что в будущем можно будет переписать себя в компьютер и этим самым добиться бессмертия. И вот сегодня мы поговорим, почему это невозможно. Причем это невозможно не только с точки зрения верующих, потому что мы верим в душу, и ясно, что душу нельзя будет переписать на компьютер. Но это невозможно и с точки зрения атеиста. И сейчас объясню почему. Все дело в нашей самоидентичности. В том, что я ощущаю себя как я. Ну вот представьте на мгновение, что все-таки наука добилась таких удивительных успехов и смогла полностью переписать меня на компьютер. И вот та моя копия, она абсолютно такая же как я. Но проблема в том, что я тутошний, вот этот я, все равно остался я. И я ощущаю себя как я. И вот возможно моя копия в этом компьютере будет жить, не знаю, тысячелетия. Ну какое мне дело, я-то тут остался. И тутошний я буду умирать от болезни и страдать. А она будет жить вечно. Да какое мне до нее дело, что моя копия будет жить вечно. Я-то сейчас буду переживать о том, что я умру. А что моя копия, ну я не чувствую себя своей копией, я чувствую себя вот этим я. То есть поэтому в этом плане бессмертие не преодолеть. Твоя копия-то будет жить, но какое тебе до этого дело? Ты-то умрешь. Более того, эта технология ведь реализована на практике. Это технология дети. Потому что ребенок это, ну по сути, копия тебя и твоей жены. И она продолжает жить. Значительно дольше, чем ты. А потом тебя копируют в твоих внуках, в твоих правнуках. И так все продолжится. Но ты все равно будешь ощущать себя собой. Как и в случае, если бы ты копировал себя в электронное устройство. То есть, грубо говоря, ситуация, когда ты рожаешь и воспитываешь детей, она ничуть не проигрышная по сравнению с ситуацией, когда ты копируешь себя в компьютер. Потому что и так, и так твоя копия продолжает жить. Да, в случае рождения ребенка не полная копия, но все равно. И так же, и так, и так ты не теряешь самую идентичность. И все равно ты не ассоциируешь себя со своей копией. Вот поэтому эта технология уже достигнута Богом природы. Не знаю, как хотите, так и выражайтесь. Но она реализована на практике и работает. А люди, далекие от Бога, все равно пытаются искать бессмертие посредством технологий. Хотя мы видим, да, вот видите, не достигается. Бессмертие может быть достигнуто только налаживанием твоих отношений с Богом. Вот чтобы ты, не потеряя самоидентичность, перешел вот ты такой в вечность. Не знаю, удалось ли мне сформулировать то, что я хотел до вас донести. Будем надеяться, что да. Что вы по поводу всего этого думаете, пишите в комментариях. А с вами был и Романах Александр Митрофанов. Всех обнимаю, всем пока. До встречи в эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok